Мы сегодня эту программу ведем вдвоем в студии Михаил Грибовский, кандидат исторических наук, доцент ТГУ. Добрый день. Добрый день, Владимир, слушайте. И я Владимир Самутиш. Сегодня мы будем говорить об университете строительном. Необычная передача у нас сегодня, эксперимент. Сегодня в студии два ведущих по той причине, что мы имеем дело с содружеством двух программ. Живое ТВ «Человек университетский» и «Эхо Москвы» программа «Новый Коград» собрались вместе для того, чтобы осуществить совместный проект, бесед с руководителем томских вузов. И сегодня у нас первый гость. В студии у нас Виктор Алексеевич Власов, доктор физико-математических наук, профессор и ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета. Мы будем называть его дальше ДГАСУ в целях экономии времени. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Дорогие друзья, я прежде всего обращаюсь к тем, кто как-то связан с ДГАСУ. Студенты, профессуры, преподаватели, абитуриенты, что немаловажно, потому что лето уже на носу. Если вы хотите принять участие в нашей программе «Новый Коград», вы можете звонить нам по телефону 20 10 50 или свои сообщения оставлять на нашем сайте echo.rde.ru. Виктор Алексеевич, уже в мае исполнился год с тех пор, как вы сидите в кресле ректора, как вы заняли пост ректора по итогам выборов, насколько я помню, порядка 90% выборщиков вас поддержали. Каковы ваши личные ощущения как человека, как ученого, как руководителя от нового, занимаемого вами поста? Ощущения, я бы сказал, позитивные, потому что я, в общем-то, пришел в университет его развивать, и за этот год прошедший, я считаю, мы многое достигли в университете с моей командой и с командой университетской. И по некоторым моментам я бы считал, что это был прорыв в развитии университета. Например? Ну, например, впервые в прошедшем году мы перешли рубеж в 1 миллиард рублей по консолидированному бюджету, это на 200 миллионов больше, чем в прошлом году и вообще в прошлые годы. То есть, если взять пятилетку, то консолидированный бюджет был в районе 800 миллионов рублей и практически не изменялся. Давайте сразу поясним для слушателей, тут имеется в виду и средства, заработанные в УЗУ, и полученные от министерства. Да, да, то есть бюджет университета состоит из бюджетных средств, которые выделяет наше министерство образования, и вторая часть бюджета – это внебюджетная часть. Итак, деньги – первый итог вашего нахождения в ректорском кресле. Ну, обычно все начинается с этого, а потом уже нет денег, нет развития. Поэтому для того, чтобы развиваться, нужно увеличивать свой бюджет и с выделением средств на развитие. Мы утвердили комплексную программу развития университета до 2017 года на пятилетку, где поставили амбициозную задачу войти в тридцатку лучших технических университетов России. И на этом пути, безусловно, нужно вот такие вехи, ленточки перепрыгивать, планки и так далее, то есть улучшать показатели университета. Поэтому все начинается с этого. Если говорить о бюджете научном, то мы его превысили в три раза, даже больше, чем в три раза. Это тоже достижение за этот год, я считаю, серьезное, это на самом деле прорыв. А эти деньги приходят от заказов со стороны государства или со стороны частных структур? Ну, вот если бы приходили к нам деньги, то это было бы легко очень директору. К сожалению, их приходится добывать. Сначала нужно показывать то, что мы можем, потом входить в доверие к заказчику, а потом только после этого мы вступаем. В том числе из Камчатка, это последний договор. На самом деле, очень крупный проект, я уже много о нем говорил, это безусловно с нашими стратегическими партнерами, это Томская домостроительная компания. Вот за этот период удалось выиграть грант большой по постановлению 218 правительства. Это правительственные деньги? Да, это правительственные деньги. Мегагранты, да? Мегагрант. Мегагрант, он большой, 570 миллионов, вместе с деньгами ТДСК, то есть половина на половину. И мы работаем второй год, и пока, надо сказать, работаем успешно. Есть, конечно, там всякие шероховатости, потому что затеяли абсолютно новый проект строительства, без этого не бывает, но, тем не менее, мы планомерно движемся вперед. Вот это крупное. Второе, я открыл региональный проектный институт, и мы сейчас работаем над заказами, которые дает нам город Томск и Томская область. То есть, один из тезисов моей предвыборной программы был, это стать полезными Томску и Томской области. И вот через это, помимо выпуска специалистов, мы действительно оказываемся полезными. То есть, вы занимаетесь проектированием, по сути дела? Да, проектированием. Ну, вот если сразу же говорить о региональном проектном институте, к этому не возвращаться, то мы, во-первых, работаем над социальными проектами. В первую очередь, это проектируем школы и детские сады. Это одно направление. А если говорить о знаковых таких крупных проектах, то мы уже заканчиваем проект экспоцентра в технико-миндирической зоне. И я надеюсь, что летом мы этот проект сдадим, и уже будет конкурс на заказчика или исполнителя этого строительства. Подскажите, много, и, насколько я помню, всегда ДГАСу занимался и вопросами дорожного строительства, и проектирования дорог, развязок и так далее. Вот с этим, что все-таки у нас город, несмотря на строительство новых развязок, иногда возникают пробки. То есть, вот в этом плане вы можете как-то городу помочь идеями, мыслями, проектами и так далее? И вообще участвует ли вы в этом? Да, если коротко, да, мы участвуем. Но если говорить о пробках, пробки это мировая проблема, а не только Томска. И Томск, кстати, к этой проблеме пришел гораздо позже, чем та же Москва. Я думаю, каждый из вас попадал там в пробки, когда по несколько часов приходилось ждать. Это веление времени, и, к сожалению, все страны в этой проблеме живут. Как мы помогаем разрешить эту проблему? У нас есть программа, которая определяет пассажира поток с точки зрения движения транспорта в зависимости от дорожной архитектуры. Вот в частности, с этой программой просчитывались элементы развязки на 4-й поликлинике. Потом мы прорабатывали и сдали заказ по Макрушинскому переезду и дальнейшему ему развитию. То есть такая работа проведена, и мы готовы рассматривать любые болевые узлы с точки зрения, куда перенаправить движение, какое должно быть движение по интенсивности автомобильный, пассажиропоток и так далее. Для университета это коммерческая деятельность? Это коммерческая, это небюджетная работа под заказ. Ну, фактически, хоздоговорная. Мы можем проговорить, каким образом КАСУ взаимодействует с органами власти, может быть, при планировании, чего бы это не было имеющего отношения к строительству или к дорогам, или на уровне реализации? Это отлаженный механизм, или каждый раз по-разному? Механизм этот отлажен. Я являюсь и председателем экспертного совета, и заместителем губернатора, как раз профильного по строительной части. И все вопросы, и в том числе острые вопросы, мы рассматриваем и на этом совете, как правило. Он недавно возник при новом губернаторе уже. Ну, да, он, наверное, я не знаю, года еще не прошло, когда мы функционируем. И ряд профессоров из моего университета являются участниками этого совета. Вот, и надо сказать, что у нас очень хорошие контакты, как с профильным замгубернатора и другими замгубернаторами по этой части, так и с моего университета. Советы ведь, скорее всего, консультативные функции, верно? Да, но, по крайней мере, через совет проходят все болевые точки. В частности, на этом совете мы рассматривали, прежде чем выдать рекомендации по стратегии развития в области строительства Томской области, мы рассматривали на совете. А разработчиком были профессора ДГАСу. Мы, опять же, были, наши профессора были разработчиками по строительству, по стратегии развития ЖКХ для Томской области. То есть, вот так, ну куда еще? Если мы разрабатываем стратегию, значит, мы понимаем процессы, которые идут внутри, потому что, не зная их, не можно предсказать, допустим, на 10, на 20 лет, куда должно пойти развитие в этих отраслях. Этими работами мы занимаемся. Понятно. Я думаю, что, в принципе, нам уже всем понятно, троим, что действительно ДГАСу интегрированы и в городские, и в областные проблемы. Я бы хотел задать простой вопрос, вы уже немного о нем говорили. ДГАСу может стать самым лучшим строительным вузом страны? И что для этого нужно? ДГАСу стремится к этому. То есть, я уже отметил, что мы поставили себе... В 30-ку, да? А какой стартовый уровень сегодня? Стартовые, ну, сотни вузов технических, среди профильных, архитектурно-строительных. Я бы сказал, что по итогам прошедшего года мы на втором месте после Московского государственного строительного университета. То есть, вот эти резкие старты по науке, по ряду других показателей, научные статьи, скопус, международное сотрудничество. Рейтинги кто-то делает специально, этих вузов? Это Минобросский? Рейтинги делает разные агентства. Минобросского, как такового, рейтинга сейчас нет, кроме отдельных показателей. Вот по отдельным показателям мы их знаем, а можно говорить о местоположении своей среди. Когда победить москвичей? Ну, мы к этому стремимся. Я не могу назвать, какой год, но вот 17-й год у нас обозначен. Будем к этому стремиться. Для того, чтобы стать лидером все-таки среди именно строительных, да, университетов? Мы не ставим задачу обойти МГСУ. Нам очень трудно, он национальный исследовательский университет. Но по ряду показателей мы уже его обошли. Я знаю, что к рейтингам отношения у всех разные. Вы можете заявить о том, что вы доверяете этим рейтингам, и у вас не вызывает сомнения то, как они рассчитывают? Я тоже с вами согласен в отношении ряда рейтингов. Они весьма сомнительные, особенно когда невозможно потрогать и пощупать. Вот я доверяю цифрам. Вот консолидированный бюджет, число аспирантов, число защиты, число объем научно-исследовательских работ, число статей и так далее. Вот по этим трудно ошибиться и можно сравнить. А когда в расчет рейтингов идут такие, как взаимоотношения с промышленностью, отношения к кому-то, узнаваемость, они настолько лукавые, что трудно их оценить, насколько они достоверны. Как раз в западных рейтингах 40% по моим данным дают фактор узнаваемости, фактор брендирования. А вот смотри, 12-й год, вот слова Виктора Алексеевича, ДГАСу не видно и не слышно, везде пиарит ТГУ, ТПУ, медицинский и даже педагогический университет. А ведь у нас много именитых выпускников и достижений, которые требуют пиара. Как раз из серии об узнаваемости. Что-то сейчас изменилось в Вашем мнении? Да, изменилось. И это не только мое мнение. Во-первых, мы сделали очень узнаваемый и доступный сайт университета, он абсолютно новый, в новой конфигурации. И там есть такой пунктик, по которому можно писать письма напрямую ректору. Я их получаю. И после того, как мы провели активную пиаровскую кампанию, и наш вуз стал узнаваем, меня благодарили об этом выпускники. Наконец-то от ГАСу начали слышать, и даже в Москве. Присылали именно московские, которые наши выпускники работают в Москве. Это радует, и я считаю, что мы на этом пути... Понятие моды может существовать для учебного заведения? На профессии или на вуз? Может ли существовать мода на вуз? Ну, если в кавычки взять, да. Вот в чем мода сейчас, как я вижу. По заказу министерства, за год должны подготовить 4 тысячи человек в области строительства и архитектуры. И в то же время... В стране. В стране, во всей стране. Это в год должны столько выпустить. Потребность такая России. В то же время потребность России 2 тысячи в области экономики и юриспруденции. Если это считать модой, значит, будущее за строителями. И я всегда всем говорю, что... Это госзаказ. Да, это фактически госзаказ. Заказ почему? Потому что все города строятся. Видно, вот приезжаешь в город, там, там краны, а где-то масса этих строительных кранов, значит, город развивается. Или там какой-то населенный пункт. Если ничего не строится, развития нет. У нас в Томске очень много строительных кранов. Город развивается. И здесь нужны строители, архитекторы, как никогда. — Виктор Алексеевич, приближается лето. Буквально через неделю оно уже наступит. Поток... — Не чувствуется. — Да, не чувствуется. За окном воду пока не чувствуется. Новые абитуриенты, новые лица в вашем университете. Как вы отловите самых талантливых? Что вы от них ждете? И что им ждать вообще от вуза? Насколько здорово и классно прийти учиться именно в ДГАСу? Что вы можете по этому поводу сказать? — Ну, во-первых, у нас есть ряд специальностей, которых нет нигде в томских вузах. В частности, одни из специальностей это связаны с архитектурой. У нас порядка пяти там специальностей, по которым абитуриент может поступить только в ДГАСу. — В Томске. — В Томске, да. Есть еще подобный вуз в Новосибирске. Во всех других региональных вузах есть только на уровне кафедры, иногда факультетов. Вообще за Уралом два только архитектурно-строительных вуза. Это наш и Сепстрин Новосибирский. Дальше пошли кафедры и институты. Больше таких специализированных нет вузов. Но архитекторы, как правило, это талантливые люди. Они сдают особенные экзамены, включая рисунок и даже черчение у нас есть. Поэтому они готовятся заранее. У нас даже школа есть два года. Они обучаются при вузе, а потом, как правило, все поступают. — Это школа Зодчий, да? — Да, совершенно верно. Для области или для всей страны она не есть? — Ну, мы готовы в этой школе принимать кого угодно. — Потому что нет пансионата. — А, она заучена, да? — Пансионата нет, но сейчас развивается дистанционное обучение, и мы впереди, как говорится, планеты всей. То есть мы даже начали готовить абитуриентов дистанционно, в том числе из Томской области, из наших районов, чтобы они не приезжали сюда на курсы, хотя и это тоже летом есть, подготовительные курсы. А в течение, допустим, 11 класса они дистанционно, наши профессора натаскивали их на то, чтобы они сдали успешный ЕГЭ. — Удается звездочек выхватить этим процессом? — Ну, как говорится, цыплят по осени считает, но, тем не менее, ребята заинтересованные есть, мы работу с ними ведем, и надеюсь, что у нас появятся новые таланты. — Доктор Ильич, есть в вас в голове сходу цифры? Кто ваш абитуриент в плане географии? Я знаю, многие вузы сегодня борются за иногородних, а лучше за иностранных студентов. ТГУ, ТПУ пообещали 15-20% скоро. — Я могу смело сказать, что наш вуз — это вуз иностранных студентов. У нас 15,2% — это иностранные студенты. — По России это очень высокое. — Да, при норме вот этого мониторинга один студент. Вернее, один процент. — А в абсолюте сколько? О каких цифрах? — В абсолюте это 560 человек. То есть у нас, если говорить всего, у нас абитуриента порядка 8 тысяч, вместе с заочниками, если по головам всех посчитать. Ну, дневников там где-то около 4 тысяч. Вот они, как правило, все дневники. То есть если зайти в наш вуз, можно увидеть много лиц. — Это Средняя Азия в основном все-таки или нет? — Средняя Азия. Мы из Монголии в прошлом году впервые из дальнего зарубежья набрали. Но я провожу политику на набор студентов, в том числе из Китая, из Вьетнама. Ну, в основном в восточное направление, так как им все-таки ближе сюда ехать. И менталитет похож. Но в то же время мы из Болгарии работаем, так как там русскоязычное. — А для вьетнамцев и китайцев язык обучения русский, да? То есть нету каких-то специальных английских? — Английский мы планируем использовать по отдельным направлениям, пока у нас программ на английском нет. На русский они учат предварительно, а затем уже вливаются в группы вместе. Мы подписали договор с Россотрудничества. Это российская компания, у которой база... — Это государственная компания, у которой базы по набору, ну так будем говорить, есть свои резиденции во многих странах мира, и эта база используется для набора учащихся в те вузы, которые подписали договоры о сотрудничестве. У нас это есть. — Уважаемые радиослушатели, вы присутствуете при программе «Наука Грата», если вы хотите... — И живое. — Да, и живое телевидение, да, Михаил, извините меня, конечно. Если вы хотите принять в мне участие, 20-10-50 телефона нашего прямого эфира, или вы можете задать свои вопросы на сайте echo.rde.ru. У нас есть уже вопрос, вопрос очень неудобный, я его сейчас зачитаю. Задает вопрос Василий, звучит он следующим образом. — Впервые с 90-х годов была задержка заработной платы, пускай хоть и небольшая, и впервые вуз ожидают большие сокращения профессорско-преподавательского состава, и при общих проблемах финансирования совершен переезд ректорат. Вот такие вот, я бы сказал, обвинения Василия в адрес Виктора Алексеевича высказал. Виктор Алексеевич, если можно, коротко прокомментировать этот вопрос. — В отношении заработной платы была задержка на два дня в связи с поздним поступлением средств из министерства. Это пришлось на выходные дни, поэтому в понедельник были оформлены все документы, и сотрудники получили зарплату. — О какой-то системе или системных задержек мы сейчас не говорим? — Нет, сейчас зарплата выплачивается вовремя, и этот вопрос нет. — И это история начала года? — Это история начала года, в общем-то все вузы в какой-то мере пострадали от этого. Многие помнят, что и стипендия вовремя не выплачивалась, и она тоже вовремя пришла, и потом начала выплачиваться. То есть такие задержки были вот из-за таких организационных причин, не связанных с деятельностью ВУЗа, а связанных с деятельностью нашего министерства. — Понятно. Что касается сокращений, то есть действительно это что, будут проходить какие-то сокращения? — Ну, мы проводим оптимизацию внутри ВУЗа, и отдельные сокращения могут быть в среде как ППС, так и других категорий профессорско-преподавательских составов. — Я по привычке вспомнил патроник вставок, слушай, а 200 — это большая цифра, да? — Насколько я понимаю, сейчас 600 преподавателей в ДГАСу, речь нет в письме, а 200 человек — это очень большая цифра. — Нет, столько не будет у нас, это будут десятки человек, остальные, собственно, договоренности будут обращать какие-то другие меры, примененные к ним. Но это будет обусловлено недофинансированием ВУЗа из-за уменьшения количества студентов, и эта проблема, я бы сказал, не моя, как ректора. Она накапливалась годами, а вот на меня она вылилась, и как ректор я должен приводить в соответствие все штатное расписание ВУЗа. Это не популярные меры, но они необходимы, чтобы те, кто в ВУЗе активно работает, получали вовремя зарплаты, о котором Василий задает вопрос. — В будущем эта проблема будет увеличиваться, уменьшаться, то есть что будет происходить? — Мы же понимаем, что демография все-таки именно в этой возрастной категории, она падающая, по сути дела, да? То есть у нас количество студентов может стать еще меньше в следующем году. — Иностранцы. — Да, мы предпринимаем усилия для того, чтобы набирать платных студентов, и те же иностранцы под эту категорию попадают. — Они платники, да? — Они учатся возмездно. — Да, у нас есть разные студенты, и платники иностранцы, и студенты, которые учатся за государственную стипендию. То есть человек-иностранец есть по квотам, проходит, которые он выбрал, квоты, наш университет, тогда государство платит ему стипендию. Это идет сверхконтрольный цифр приема, то есть это идет как раз средство на повышение общего содержания нашего ППС. То есть в этом плане мы разрабатываем меры, и надеюсь, этот год как-то стабилизируется и будет легче по этому вопросу. В отношении переезда со старого нашего типичного корпуса, я бы сказал, школьного корпуса номер один, мы последний вуз, в который ректорат переехал в нормальное историческое здание, которое станет главным корпусом, и этот корпус приобретет лицо университета. Этот корпус исторический, его построили известные, я бы сказал, знаменитые архитекторы, это Лыгин и Кричков. Лыгину мы отметили 21 мая 160 лет, и выставка соответствующая была в нашем университете. Переезд этот был запланирован, это не моя прихоть, оно было отражено в комплексной программе развития ВУЗа, которая утверждена единогласным ученым советом, и мы четко следуем нашей комплексной программе развития. — Виктор Алексеевич, Вы упомянули сейчас 160-летие Константина Лыгина, человека, который, по сути дела, запроектировал огромное количество зданий в центре города, и мы хотели бы задать вопрос о том, как сохраняются традиции, и какие традиции будут сохранены и развиты в рамках Бегасу именно традиции лыгинские. — Во-первых, если говорить о Константине Константиновиче Лыгине, то я считаю, это один из архитекторов, на котором нужно учить молодежь, каким быть архитектором. Вот у нас есть девиз в университете «Мы строим будущее», и когда я разговариваю со своими студентами, я им говорю, ребята, вот вы берете пример с Лыгина, посмотрите, какие здания были спроектированы и построены в доме. — Ну, во-первых, это мэрия, это Дом офицеров, это Дума городская, это... — ЗАГС? Суд? Главное... — Нет, что еще нужно? — Про это я не могу сказать, но суд, кстати, да, на площади Соляной, с одной стороны областной суд, а с другой стороны вот наш исторический корпус, красный корпус, который сейчас становится главным корпусом, несмотря на то, что редким нашим сотрудникам это не нравится, но все равно мы его сделаем главным корпусом, сделаем красивым, и площадь Соляная заиграет. С двух сторон будет прекрасное здание, как раз это Лыгинское наследие. — Начало 20 века. — Да, начало 20 века, это действительно прекрасное здание, которое уже через столетия несут красоту и функциональность томича. — А у вас какая-нибудь стипендия имена или премия может в университете появиться, имени Лыгина? — Ну, это не исключено, это идея, то есть лучшим архитектором, нашим звездочкам, я думаю, возможно, учредить такое. — А вот все-таки, когда вы минуту назад говорили о том, что указываете на Лыгина, как на образец архитектора, что имеете в виду? Качество профессиональное, качество человеческое? — Вы знаете, и профессиональное, и человеческие. Если говорить о человеческих, то мне известна история, что Лыгин должен был уехать в Новосибирск, но он не стал уезжать туда, то есть второй архитектор Крячков затем уехал туда, а Лыгин остался здесь и сказал, что я останусь здесь, мое это Томское. Вот это чисто человеческие качества. В отношении профессиональных налицо те здания, которые сохранены и которые радуют глаз и Томичам, и гостям. Вот и своим студентам я говорю, вы ставьте такую позицию, чтобы после вас что-то осталось в жизни. Вот как у Лыгина. Чтобы прошли века, а здания радовали глаз всем и говорили, а это сделал, к примеру, Лыгин. — Каждое здание у него является памятником. — Да, фактически так. — Мы до эфира с Владимиром вспоминали, как называется этот стиль, мне пришло в голову понятие эклектика. Верно ведь? Вы в эклектическом стиле построены. — Провокационный вопрос задает Михаил. — Я как историк, я помню, у нас тоже был короткий курс «История архитектуры», и вроде бы, возможно, сейчас мы все расписываемся в некомпетентности, но вот такое понятие. Пусть нас поправят слушатели, если... — По телефону 201050, телефону нашего прямого эфира. — Который я забыл назвать. — Да, если кто-то знает, в каком стиле выстроены эти здания, пожалуйста. Виктор Алексеевич, я хотел бы вам задать вопрос еще достаточно злободневный для нашего города, это вопрос деревянной архитектуры. Как вы считаете, существует ли рецепт того, как можно комфортно жить в домах, исторических памятниках, как можно это с выгодой для всех сохранять, это наследие и так далее? Или оно вообще не нужно, по вашему мнению? — По моему мнению, нужно. И в моем кабинете стоят три дома, три макета дома, которые сделаны руками наших студентов. Первый из них — это как раз деревянное зодчество, это дом на Красноармейской. Второй дом — это традиционные дома такого нашего времени. И третий — это взгляд в будущее, это небоскреб. Это сделали наши архитекторы, они защищают свои работы. И лишиться вот этого архитектурного наследия в виде изюминки, которая присуща городу Томску в виде деревянного зодчества, я считаю, это абсолютно нецелесообразно. — А как комфорт обеспечить вообще для проживания людей, которые в этих памятниках? — И можно я в догонку скажу? Ведь не все согласны, что это изюминка. Кто-то считает, что это черное пятно, от которого лучше избавиться. — Ну, смотря какие дома. Есть дома, которые украшают глаз. Если там проживают люди, можно сделать офисные какие-то там здания, и эта проблема решится. А есть дома, которые простояли и разваливаются. Если люди имеют об этом, конечно, нужно от этих зданий избавляться. Потому что веление времени, если он уже покосился дом, там развалился, либо его восстанавливать заново. И для этого, кстати, у нас есть соответствующая кафедра. Мы готовим выпускников по реставрации исторического наследия. У нас есть такая кафедра. — Это одна из специальностей подготовки. — Да, одна из специальностей на архитектурном факультете. Ну, я за это. Мне нравится это, многим людям нравится, многим гостям это нравится. Я думаю, вот эти традиции, связанные с сохранением прекрасного деревянного зодчества, то, что делали купцы, вкладывались в это, нужно сохранять. — Виктор Алексеевич, есть у нас вопрос, связанный с модой нескольких последних лет, эндаумент-фонды, фонды целевого капитала, которые те или иные учебные заведения на своей базе организовывают. То есть это те фонды, за счет доходов от которых потом выплачиваются какие-то специальные стипендии или поправляется материально-техническая база тех или иных подразделений. Какие-то планы по этому поводу есть? Вопрос номер один. И, наверное, второй в развитии этого работа с выпускниками. Она как-то при вашем приходе претерпела решительные изменения или все осталось по-прежнему? — Безусловно, с моим приходом многое изменилось в УЗИ, и многое мы делаем впервые в нашем УЗИ. И вот мы намерены осенью, не позже октября, провести первую, опять же, ассоциацию, хотя в УЗИ уже 62 года, первую ассоциацию съезд выпускников. То есть у нас есть... — В первую очередь, получается? — Да, вот такого съезда не было. То есть выпускники приезжали отдельными группами, где-то собирались, там отмечали. Но вот так целенаправленно, чтобы создать базу выпускников, проводить съезды выпускников, такого не было. И мы эту работу сейчас реанимируем, и в этом году, я надеюсь, будет съезд выпускников. У нас есть и попечительский совет, который возглавляет наши выпускники, и вот ассоциацию выпускников. Я думаю, у нас все получится. То есть базу данных мы уже заканчиваем. — И когда они съедутся, возникнет эндаумент. — Да, совершенно верно. — Они же не застрируют. — Совершенно верно. Это процесс взаимосвязанный, потому что, если говорить об этом слове, эндаумент, оно зарубежное, оно американское, и эти эндаументы все создаются как раз именно выпускниками, которые через некоторое время становятся богатыми, успешными и с удовольствием отдают средства в развитие своей альмаматери. У нас планы по созданию эндаумент-фонда есть, и я думаю, в ближайшее время этот фонд будет. — Я так понимаю, ведь в западной традиции нередко сталкиваемся с примерами, когда эти фонды весьма велики. — Это миллиардные фонды, если взять Оксфорд, Кембридж, Ели и другие крупноамериканские университеты. Во-первых, эти фонды уже столетние, и размер этих фондов превышает порой консолидированный бюджет годовой этого вуза. Там очень большие проценты от этих фондов идут на развитие университета. Но это их традиции, и эти традиции... — Но полезные для применения. — Они очень полезные, да, в России были бы, но с трудом приживаются. — Касается вообще темы благотворительности, надо сказать, что мы не впереди планеты всей пока еще. — Да видите, в чем дело, еще бы государство об этом подумало. Одно время было в России, когда благотворительные фонды, вернее, взносы не обкладывались налогом, а сейчас нет такого. Все обкладывается налогом. — А вы считаете, что именно налогообложение является главным стопором здесь, или отсутствует определенная культура? — Я думаю, и то, и другое. Если говорить о налогах, в первую очередь это касается предприятий, оно бы с удовольствием отдало какой-то фонд на благотворительность, ну, своему университету, если там... У нас есть предприятия и в Томске, где более двухсот наших выпускников работает, причем в разных отраслях. Вот. Естественно, это препон, потому что налоги там немаленькие. Фактически с прибыли налог нужно заплатить и отдать тогда деньги. А это более 30%. Вот. А что касается лично граждан, ну, эти взносы будут гораздо меньше, но они тоже уже обложены налогом. — Видимо, государство считает, что это такой способ ухода от налогов для предприятий, поэтому с настороженностью смотрят на эту следующее. — Но, тем не менее, в других западных странах это все культивируется, и никто подозрений никаких не имеет на этот счет. Видимо, есть механизмы, которые позволяют все это отслеживать. — Ну что, Михаил, я думаю, что наступило время завершать потихоньку нашу программу. — У меня один вопрос. — Попытаться подвести какие-то итоги перед вашим, разумеется, вопросом. — Да. Упоминали о том, что есть у вас макет старого здания, современного, и небоскреба. Небоскребы будут в Томске, как мне кажется? — Ну, а почему бы нет? Я думаю, в будущем это все возможно. По крайней мере, если в мыслях есть все эти вещи, всегда же сначала рождается идея через мысли, а потом она воплощается в жизнь. Девиз наш «Мы строим будущее» — это не исключает. — Михаил, я еще раз попытаюсь подвести итоги нашей сегодняшней передачи. Что мы сегодня услышали? Более миллиарда — это то финансирование, которое сегодня с приходом Виктора Алексеевича Гласова привлеклось в ДГАСу. Я так понимаю, что существуют серьезные надежды для того, чтобы войти в тридцатку ведущих технических вузов страны, может быть, обогнать москвичей и стать одним из лидеров, или там даже, прямо скажем, лидером среди всех строительных вузов. Ну и в Томске скоро появятся небоскребы, потому что такие люди, как Виктор Алексеевич, просто так ничего не говорят и не обещают, потому что ДГАСу строит будущее. Мы прощаемся с Виктором Алексеевичем. До свидания. — Спасибо. В студии были Владимир Самымалкиш и Михаил Грибовский. Всего доброго. — Всего доброго. До свидания. — До встречи в нашем эфире. До свидания.